Десять дней с Сочи будет во власти песни до середины июля. Гостям курорта, да и самим горожанам будет интересно увидеть хоровые коллективы из разных стран мира. Чтобы праздник песни был таким же грандиозным, как и спортивные события 2014 года, организаторы прибыли в Сочи, чтобы детально на месте отработать каждый момент предстоящего события. Конечно, очень много важных факторов, которые влияют на успех хоровой Олимпиады. Это и большое количество иностранных участников, и высокое качество хоров. Но с другой стороны, важное взаимопонимание и позитивная, продуктивная работа между национальным и международным организационным комитетом. Видно, что все стороны с желанием этот проект стараются притворить в жизнь. Очень положительные у нас впечатления о подготовке города Сочи к играм. По словам Юргена Ламайера, Сочи идеально подходит для хоровой Олимпиады. И сам город, и те площадки, а это в первую очередь Олимпийский парк, где будут проводиться всевозможные песенные конкурсы. Мы видим уже с нашими иностранными коллегами количество заявок, поступивших от иностранных участников, от участников со стороны российской. То мы, естественно, масштабируем проект. То есть мы уже, понимая, что это продолжительный период времени, с 6 по 16, это целых 10 дней, это такая объемная логистика, потому что логистические места проживания коллективов, места там, где будут идти конкурсные программы, где будут идти основные мероприятия, проекты. В Москве в российском правительстве прошло заседание Национального организационного комитета по проведению хоровых игр. Всем министерствам даны конкретные поручения. Задача одна – хоровая летняя Олимпиада в Сочи должна пройти на таком же высоком уровне, как и зимняя Олимпиада.